У меня в руках Samsung Galaxy S, один из самых продвинутых и мощных Android-смартфонов в мире. Ну, если не самый мощный. Все в нем хорошо даже на первый взгляд, но, к сожалению, стоит он как поддержанный автомобиль российского производства. Вот, собственно, сейчас пытаемся выяснить, что лучше купить его или все-таки поддержанную шестерку. Пожалуй, от смартфона за почти 1000 долларов ждешь какой-то более выдающегося дизайна. И очень-очень пластиковый, то есть во всем корпусе нет ни кусочка металла, хотя очень хотелось бы. Хотя бы вот эта окантовочка вокруг дисплея была металлическая, но, увы, она только окрашена под хром. Форма, я думаю, чем напоминает iPhone 3G, 3GS. Вот если бы не выступ снизу и не фактура на пластике, был бы похож совсем-совсем. Еще смартфон очень быстро захватывается пальцами, покрывается некрасивыми отпечатками. Дисплей совершенно потрясающего качества. Это Super AMOLED-матрица с разрешением 800 на 480 точек. Лучше дисплей только у iPhone 4. Samsung Galaxy S это очень мощный смартфон. Центральный процессор с частотой 1 ГГц и 512 МБ оперативной памяти творят чудеса. Например, воспроизводить HD-видео в 720p без конвертации. Камера 5-мегапиксельная с автофокусом, но без вспышки. Записывает видео в 720p, то есть в HD. Интерфейс у камеры простой. В принципе, что-то очень похожее сейчас во всех сенсорных телефонах Samsung. С интерфейсом TouchWiz. Экранные кнопки крупные. В них легко попадать пальцем. Ну и, конечно же, поддерживается модная нынче фишка. Фокусировка по касанию. У смартфона 16 ГБ встроенной памяти. И, конечно же, слот для карт microSD. Поддерживается горячая замена. Удивительное дело, но к Samsung Galaxy S приложили приличные наушники. Нормальные такие затычки, которые очень приятно басят и перекрывают шум московского метро. И даже пультик с микрофоном есть, почти к в айфоне. Правда, переключать дорожки он не умеет. Разъем для подключения наушников, само собой стандартный, 3,5-мм. Интерфейс Android 2.1 Samsung Galaxy S прикрыт фирменной оболочкой под названием TouchWiz 3.0. Благодаря оболочке TouchWiz 3.0 интерфейсы Android смартфона Galaxy S и Bada смартфона Wave очень похожи. Почти, можно сказать, идентичны. Ну, давай поищем отличия TouchWiz от стандартного интерфейса Android 2.1. Ну, во-первых, иконки быстрого доступа, они приклеены к нижней кромке экрана и видны всегда. И на всех главных экранах, и в главном меню. Во-вторых, в строке ожидания, которую можно вытащить сверху, появились иконки быстрых действий. Ключить Wi-Fi, Bluetooth, выключить звук или перевести телефон на вибрацию. Иконки в главном меню не выложены в едином вертикальном списке, а разложены по нескольким экранам, которые прокручиваются наризонтально. Мне кажется, так даже немножко удобнее, потому что, когда иконок приложений становится слишком много, крутить постоянно это меню вниз не очень удобно. Когда играет музыка, а экран телефона заблокирован, можно получить быстрый доступ к плееру. Прямо на вот заблокированном экране режима ожидания. Ну, чтобы перейти к положению плеера, экран нужно разблокировать таким вот образом. Также Samsung Galaxy S сразу два источника приложений, которые можно установить на смартфон. Во-первых, это стандартный Android Market. Здесь, в общем, никаких сюрпризов. Куча приложений, которые можно установить себе в гаджет. Вот и отдельный фирменный самсунговский магазин под названием Samsung Apps. Здесь приложений пока немного, но компания Samsung обещает, что их будет гораздо больше. Ну и, конечно, фирменные виджеты Samsung. Например, виджет, в котором можно прямо на экране режима ожидания наблюдать обновления в Facebook и Twitter у твоих друзей. Виджет с часами и погодой. Ну, вообще, виджетов этих там очень много. И, разумеется, можно устанавливать дополнительно. Неплохо проработана и записная книга. В ней при синхронизации контактов с Google, с Facebook и с Twitter все контакты склеиваются в один. И прямо из карточки контактов можно посмотреть последние обновления профиля. Вот, например, сколько фотографий у Евгения Козлова. А вот его запись в Facebook и Twitter. Кстати, что интересно, онлайн-события можно просмотреть прямо вот из общей записной книги. Они отобразятся единым списком. А самое интересное, в списке событий смартфон складывает не только смс и входящие вызовы, но даже личные сообщения из Twitter и из Facebook. Клавиатура не совсем обычная. Это клавиатура Swipe. Она предлагает новый способ ввода. Буквы можно вводить, просто нажимая на виртуальные клавиши. А можно вводить по ним пальцем, не отрывая его. Таким образом вводить слова. Клавиатуре мне не очень сильно понравилось то, что, переключаясь между языками ввода, всегда попадаешь в такой большой длинный список, которым нужно выбирать нужный язык. Это обламывает довольно сильно. Хотелось бы переключаться быстро по нажатию на одну клавишу. У Galaxy S неплохое приложение Player. Навигация под музыкальной библиотекой стандартная. Зато поддерживается куча эквалайзеров, а также система Dolby Mobile. Это неплохо улучшает звук. Но одна из самых прибивных фишек Galaxy S — это поддержка кодеков. Мало того, что гаджет умеет воспроизводить видео в HD, так он еще и умеет работать с АВИшками в DIVX и в X-виде. Samsung не пожадничали и предустановили в смартфон Galaxy S. Просто огромное количество дополнительного софта. Есть вот, например, вполне полноценный офисный пакет ThinkFree, который позволяет даже редактировать документы. Лично мне очень понравилась программа Write&Go. Она простенькая, но очень полезная. Можно быстро набрать заметку, которую можно потом или отправить в виде сообщения, или этим сообщением обновить статус в Facebook или в Twitter. Ну, очень интересный книжный магазин. Прямо не отходя от кассы, можно купить себе книжечку. Браузер поддерживает Multi-Touch, как, в принципе, и другие приложения. Но, увы, не поддерживает Flash. К сожалению. Придраться к этому гаджету на самом деле сложно. Это великолепный смартфон, продвинутый мощно заряженный софтом. Но, к сожалению, его российская цена немножко обескураживает. Почти 30 тысяч рублей. Ну, это, правда, многовато. Продолжение следует...